Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Игорь Яковенко. Сегодня 2 ноября. Киевское, Иерусалимское время 7 часов 41 минута. Московское время 8 часов 41 минута. Мы начинаем наши ежутренние совместные размышления о том, что происходит в России, в мире и в наших душах. С этим переносом времени я хотел с вами посоветоваться. Я слышу ваши какие-то возмущенные голоса по поводу того, что такое программа, которая начинается в 8.40. Где ее смотреть? В метро или по дороге на работу? Или на работе? Дорогие друзья, это действительно моя проблема. Потому что когда у нас с вами наша аудитория в России это 44% нашего канала, соответственно, все остальные находятся в других часовых поясах, а российская аудитория тоже находится в разных часовых поясах. Поэтому точно не угадаешь. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Я же работаю для вас, поэтому мне это все равно, во сколько начинать эту программу. Я готов начать ее в 3 часа ночи, готов начать ее в 10 часов дня. Но единственное, вечером не готов начинать, потому что это все-таки утренняя программа. Поэтому пишите, я подстроюсь под вас. Теперь к делу. Прежде всего, не могу пройти мимо удивительной истории. Такое своеобразное. Китай решил поддержать вот эту волну антисемитизма, которая идет по всему миру. И выдал такой вот этюд картографической юдофобии. Стер с карт название Израиля. Две крупнейшие картографические платформы Китая убрали с карт название Израиля. То есть, все сохранилось. Видны границы страны. Видны границы палестинских территорий. Соответственно, сектор газа и западный берег реки Ордан тоже видны эти границы. Названия крупных городов видны. Но, значит, название Израиля отсутствует. Стерто. Причем, название соседних стран. Египет, Сирия, Иордания, Ливана. Все на месте, а Израиля нет. Вот не знаю, что случилось с Китаем. Почему у него такая вот куриная слепота на Израиль. Вернее, не куриная, а антисемитская слепота. Странная история. Ну, честно говоря, загадочная история. Если вы что-то про это знаете, тоже напишите в комментариях. Потому что я, честно говоря, не нашел. Это, если не ошибаюсь, по-моему, информацию я взял с Wall Street Journal. Но там не объясняется, почему такая странная, странный вариант. Вообще, у Китая с картами такая, я бы сказал, очень политическая заточенность. Мы неоднократно с вами обсуждали вот эти замечательные карты, которые находятся на сайте правительства Китая, где огромная территория российская обозначена как принадлежащая Китаю. Ну, вот теперь взяли и стерли Израиль. Может быть, это какой-то реверанс вот этой вот волне антисемитизма, которая проходит по всему миру. Одно из центральных событий вчерашнего дня – это статья Залужного. Большая статья Залужного, опубликованная в британской газете The Economist, где главная тема – это то, что война между Россией и Украиной перешла на этап позиционной войны с изнурительными позиционными статическими боями. И в этой статье два основных тезиса. Первый тезис – это то, что этот переход выгоден для России, потому что у России больше ресурсов и, естественно, больше и материальных, и военных, и людских ресурсов. И поэтому в этой войне Россия имеет преимущество. И дальше Залужный выделяет пять основных приоритетов, которые он требует для Украины. Ну, вернее, так сказать, считает, что Украина должна получить это самолеты, нужно превосходство в воздухе. Говорит о том, что изначально у Украины было очень-очень мало авиации, 120 самолетов всего военных, и из них, как он утверждает, всего 30 исправных. И, соответственно, нужно превосходство в воздухе, это раз. Необходимы, значит, возможности контрбатарейной борьбы, радиоэлектронная борьба, новые технологии разминирования. И одно из самых главных – это возможность больше мобилизовывать, обучать резервов. Вот пять приоритетов, которые обозначает генерал Залужный. Насколько, да, ну еще очень важная история – это к вопросу о, так сказать, оценке потенциала. И здесь я обязательно буду ссылаться, если меня будут приглашать, в том числе, на украинские каналы, я обязательно буду ссылаться на эту статью Залужного, говоря о том, что нельзя заниматься шапкозакидательством. Я понимаю, я тоже иногда этим грешу, мы иронизируем над Путиным, иронизируем над, значит, там, Шойгу и прочими, ну, особенно, конечно, над содержанием российского телевизора, но, тем не менее, считать, что Россия – это какой-то вот гигант на глиняных ногах – это большая ошибка. Потому что на сегодняшний момент очевидно, что, в общем, и экономика российская не разорвана в клочья, и военная промышленность набирает обороты. И, в общем, это, так сказать, при инерционном развитии этой войны преимущество на стороне России. Об этом пишет генерал Залужный, об этом нужно знать. То есть, нужен перелом, но другой. Не вот инерционный ход войны, я абсолютно убежден, что он не сулит победы Украины. Ну, я посмотрел сейчас, кстати говоря, есть и другие точки зрения, но, в любом случае, я думаю, что авторитет в этих вопросах генерала Залужного для меня, например, очевиден. Из таких более мелких новостей, ну, вот я считаю, что статья генерала Залужного – это из вчерашних событий одна из центральных, хотя главная тема у нас сегодняшнего разговора будет несколько иной, но это, что называется, результат, ну, моей оптики. Она все-таки в большей степени Россия центрична, хотя я стараюсь смотреть на мир украинскими глазами, но все равно то, что происходит в России, для меня очень важно. Так вот, из более мелких новостей – возвращение Вагнера. Значит, по этому поводу тоже много разговоров. ЧВК Вагнер возвращается на войну в Украину, но как подразделение Росгвардии. Значит, там в основном, ну, такая своего рода сенсация, что ЧВК Вагнер становится такой наследственной, потомственной компанией, потому что, судя по всему, там возникает тандем. Во главе ЧВК Вагнера становится сын Евгения Пригожина Павел и командир ЧВК Вагнер Антон Лотос Елизаров, которого называют преемником одновременно Пригожина и Уткина. Ну, то есть, на самом деле, они уже начали вербовку, вернее, продолжили вербовку. Оплата от 80 до 240 тысяч рублей. Ну, в принципе, это то же самое, что и в российской армии по контракту. Ну, вернее, так сказать, 80 тысяч там. Ну, короче говоря, Вагнер возвращается. Ну, я абсолютно убежден, не знаю, может быть, вы со мной не согласитесь, что ничего похожего на вот эту вот, так сказать, на эту компанию, которая имела определенные референции, имела определенный имидж в значительной степени благодаря персональным особенностям Пригожина. И самое главное, конечно же, речь идет о том, что вот это была личная связь, личный выход к Путину, чего практически наверняка не будет у сына Пригожина. Так что, ну, я надеюсь, что не будет, потому что, на самом деле, если это так, то это будет опять какое-то эксклюзивное образование, которое будет обладать несколько большим боевым потенциалом. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что повторить, так сказать, вот этот преступный успех своего отца сын Пригожина не сможет. Ну, это все. Это все такая достаточно, как мне кажется, все-таки незначительная новость. Главное, это, конечно, статья генерала Залужного. И вот та тема, которую я сейчас хочу несколько более подробно несколько более подробно осветить, это вот то, что называется возвращение двух блудных сынов в лоно путинского фашизма. Речь идет о заявлениях Фридмана и Авена. Ну, это, как в таких случаях говорят, два отдельных человека, но, тем не менее, с общей судьбой. Фридман недавно заявил о том, что его инвестиции в Великобритании являются ошибкой. То же самое сказал Авен. Фридман находился в Великобритании, где он очень жаловался и плакал о том, что его там унижают, утесняют, обижают. Он говорит о том, что у него там был в Лондоне большой дом и сад, но британские власти не позволяли ему даже нанять уборщика или садовника, и он вынужден был пользоваться общественным транспортом, потому что его дом находился далеко от станции метро. Ну, в общем, короче говоря, страдания бедного Фридмана, они стали достоянием прессы, потому что сравнительно недавно, неделю назад, да, 26 октября, то есть недавно, высокий суд Лондона отклонил иск Фридмана, который добивался отмены запрета на использование своих замороженных средств. В результате, как он утверждает, меня выдавали из страны, после... да, и то, что мы инвестировали в Англию, сейчас кажется огромной ошибкой. Ну, насчет ошибок мы сейчас с вами поговорим немножко, просто это важно, потому что это вот, ну, скажем так, конечно, это нетипичная судьба россиянина, но в этой истории, мне кажется, отражается довольно многое. Почему я, собственно, решил сегодня посвятить свою утреннюю беседу с вами и свое совместное размышление с вами именно этой теме? Я думаю, что на самом деле, ну, сразу тоже, что Авин, который находится сейчас, насколько я понимаю, в Латвии, тоже находится под угрозой. Там другая история, там власти Латвии собираются его лишить гражданства. Ну, короче говоря, и Фридман, и Авин, Фридман тоже уже точно находится в Москве, потому что он сначала приехал в Израиль, но после того, как произошла вот эта атака Хамаса, Фридман решил, что вот его, так сказать, ну, самый важный для него в мире человек, а именно он сам, Фридман, не должен подвергаться опасности, то есть, короче говоря, в Израиле плохо. Поэтому Фридман решил все-таки приехать в более безопасное, с его точки зрения, место, приехать в Москву. Вот, теперь, значит, что это означает? Означает это следующее. Ну, сначала факты, а потом размышления по их поводу. Значит, в Москве приняли двух блудных сыновей, ну, пока одного Фридмана, но Авин без особых сомнений, я думаю, что с вероятностью 100%, тоже окажется, окажется в Москве. Так вот, Родина приняла своих блудных сыновей, значит, уже, уже сказали, что Песков уже заявил о том, что Фридман никакой не олигарх, он предприниматель, бизнесмен, и то, что он вернулся домой, это нормальный процесс, я цитирую Пескова, граждане России ездят по всему миру, но Родина у них одна, утверждает Песков. Я не знаю, сколько Родина у его дочери, но это в данном случае не имеет никакого, никакого значения. Значит, теперь, теперь что происходит? Заявление, во-первых, заявление об ошибке. Я думаю, что, ну, наверное, если исходить из того, что произошло, ну, наверное, теперь уже эти двое могут считать, что вообще и сам факт отъезда из России, теперь уже постфактум, они могут считать ошибкой, потому что, ну, что бегать? Как правильно сказал Путин, значит, передайте Мишке, чего он бегает, пусть возвращается, ну, короче говоря, больно бить не буду. Теперь что? Теперь и Фридман, и Авен очень прочно связали свою судьбу с путинским фашистским рейхом. Им придется обоим теперь выполнять все приказы, ну, я не думаю, что непосредственно Путин будет отдавать свои приказы, но будут приказы инвестировать в войну, возможно, оплатить существование какого-нибудь ЧВК, возможно, придется сделать какие-то крупные пожертвования там, я не знаю, на какие-то военные нужды, пожертвования каких-нибудь людоедских проектов, то есть, теперь все. Теперь, значит, если они считали свою инвестицию за границей ошибкой, то теперь им придется совершать, видимо, такие правильные поступки. Смысл этих правильных поступков заключается в том, что они теперь должны будут поддерживать войну. Ну, а как иначе? Назвался Груздем полезая в фашистский кузов, то есть, все, значит, что называется, кончились танцы, теперь, теперь все, теперь все по правильному, теперь они должны будут, я не знаю, будут ли их заставлять выступать в телевизоре, пригласит ли их себе Соловьев для того, чтобы они продемонстрировали деятельное раскаяние в отношении своих прошлых ошибок, теперь они будут признавать свои ошибки, признавать ошибками свой отъезд и так далее. Ну, вот такая вот история. То есть, кто-то может сказать, ну, а что им оставалось делать, да, имея там 15 миллиардов долларов, сидеть в огромном пустом холодном доме и не иметь возможности даже нанять уборщицу, да, как жаловался Фридман, что он теперь вынужден там сам подметать вот это вот огромное помещение. Значит, что, что в данном случае, о чем идет речь? Ну, речь идет о преступлении и наказании, дорогие друзья. Ну, ведь предельно простая история. То, что Фридман и Авин поддерживали путинский фашистский режим, то, что они ездили в Соединенные Штаты и пытались каким-то образом значит, добиться снятия санкций с путинской России, то, что свои состояния они заработали благодаря, благодаря, так сказать, своему холуйству походам в Кремль и так далее. Ну, как в таких случаях говорят, а иначе было нельзя, такие были правила, такая была жизнь. Ну, извините, но за все надо платить. Вот таким вот образом люди заработали свое состояние и теперь, поскольку они, безусловно, принимали посильное участие в формировании фашистского режима, к ним, соответственно, такое отношение. Что в этой ситуации можно сказать? Ну, вот так вот, такая вот биография, такая судьба, был ли шанс какой-то изменить свою жизнь и, что называется, каким-то образом начать новую жизнь с нового листа. Но есть люди, которые это сделали, есть Тинькофф, которые, ведь обратите внимание, ни Фридман, ни Авен никогда не говорили открыто о том, что происходит в России, никогда не называли путинскую войну преступной, никогда не называли Путина преступником. То есть, не произнести тех слов, которые бы означали, что они порвали. То есть, находясь в Лондоне, соответственно, Фридман, и в Риге, соответственно, Авен, никто из них не продемонстрировал, что они разорвались с фашистским режимом. Я абсолютно убежден, что если бы это произошло, то в общем решение судов было бы иным совершенно. Но у них, видимо, было с самого начала желание с одной стороны как-то оказаться, продолжить свою жизнь в Лондоне и, соответственно, в Риге и пользоваться абсолютно всеми своими капиталами, а с другой стороны, не порывать на всякий случай отношения с Путиным. То есть, не делать необратимых шагов. Вот это стремление усидеть на двух стульях в условиях, когда эти два стула просто расходятся и пропасть между ними становится громадной, при всем особенностях, при всем достаточно большой площади седалища Фридмана, но тем не менее, невозможно так. Пропасть слишком велика между этими двумя стульями, между Западом евроатлантической цивилизацией и Россией путинской, фашистской. Невозможно. Поэтому пришлось выбирать. Выбрали фашистский рейх. Ну, теперь значит, все, теперь уже это движение в сторону вполне возможного трибунала. Может быть, ну, трибунал может и может будет, может не будет, так рассуждают Фридман и Авин. Ну, в данном случае, вот, в России, конечно, у них будет безбедное существование. То есть, они могут воспользоваться своими капиталами, могут продолжить свой бизнес, Калуйский под крышей фашистского режима. И, соответственно, ну, соответственно, вот, погружение в это, в это вот кровавое болото. То есть, теперь уже все. Теперь уже они будут по уши в крови, потому что, конечно, ну, сомнений никаких нет, что от них потребует не просто признание ошибок, а деятельностного раскаяния. А деятельностное раскаяние, а раскаяние это означает погружение в кровь. И теперь последнее, что я по этому поводу хочу сказать. Есть довольно большой список очень разных людей, включая Волкова, включая целый ряд других людей, и там и Леонид Гозман, и другие люди, которые выступали за то, чтобы, за то, чтобы, санкции с этих людей, с Фридмана и Авена были сняты. Ну, вот я не знаю, как теперь оценивать, как эти самые люди, я, кстати, хотел бы тоже узнать, как они сейчас оценивают свою деятельность. Я понимаю, что тут логика такая, что не надо было их гнобить санкциями, тогда бы все было хорошо. Но, дорогие друзья, люди-то остались. Понимаете, это те самые люди, которые отказались признать очевидные совершенно вещи. Признать то, что это фашистский режим, то, что это война преступная, то, что Путин является уголовным преступником. Эти слова произнесены не были. И это означает, что эти люди, находясь за рубежом, находясь в Лондоне, могли или в Лондоне, в Риге, могли использовать эти свои средства, в том числе на поддержку режима. Почему? А потому, что это означает, что у Путина на них, на обоих был крючок. И вот, мне кажется, что в данном случае все-таки как-то объект для защиты надо выбирать подщательнее. Я думаю, что это так. это вот к тем разным людям, в том числе и уважаемым мной, которые поддержали Фридмана и Авена. Ну вот, выводы уже можно делать каждому самостоятельно. Дорогие друзья, я перехожу к ответам на ваши вопросы. Их довольно много. Я, к сожалению, не выбрал вопросы из чата телеграм-канала. Обязуюсь это сделать на завтра. Так. Длинный очень вопрос, который я сокращу, потому что очень длинный. Да, это вопрос от Александра. Значит, Александр рассказывает о том, что он встретился со своими однокашниками, выпускниками, 50 выпускников 1993 года. Выяснил, что он совершенно одинок, что это люди, люди, которые оказались, ну, я так понимаю, ну, такими вот ватниками. И дальше вопрос, как вы считаете, насколько болезненным и долгим для моих однокашников 69-70-е года рождения будет процесс социального и духовного выздоровления. Если у вас есть рецепт выживания для таких, как я, поделитесь, пожалуйста. Но это два разных вопроса. Я думаю, что что касается процесса социального и духовного выздоровления для ваших однокашников, уважаемый Александра, может быть никаким. То есть я не уверен, что вообще этот процесс начнется, потому что мы не знаем, чем закончится война. Находясь в режиме информационного сопротивления, я довольно часто говорю о том, что Россия, ну, когда-нибудь, да, Россия или частями, или целиком в ней начнутся какие-то преобразования. Во-первых, никто никаких гарантий не давал. Вот это неизвестно, когда и как это будет происходить. Вот. Поэтому сам по себе этот процесс социального и духовного выздоровления может и не начаться. Вообще никогда. Поэтому здесь никаких гарантий нет. Судя по тому, что вы описываете до старта этого процесса очень далеко. Поэтому я думаю, что это они могут умереть в таком состоянии. Просто вот дожить до старости в таком состоянии. Такое тоже бывает. Выздоровление немцев произошло под очень сильным давлением оккупационных властей. То есть это было такое лечение интенсивное принудительное терапия. В России ничего похожего не будет. Поэтому я думаю, что этот процесс может просто не состояться. Что касается вашего рецепта вашего выживания, мне недостаточно информации о вас, дорогой Александр, для того, чтобы давать такие рецепты. В целом общий рецепт не существует, но я думаю, что все-таки надо создавать себе какую-то среду обитания, которая для вас была бы более комфортной. Находиться во враждебном окружении это плохая история. Как создать комфортную социальную кожу, это отдельный вопрос. Она может быть в том числе и виртуальной. она может быть связана с релокацией. То есть это нужно понимать условия вашей жизни для того, чтобы давать рецепты. Оставить диагноз и давать рецепты на расстояние, не зная, что с вами происходит, это безответственно. Так, вопрос от Алексея. Мы сейчас наблюдаем в среде антивоенной и либеральной российской публики невиданные в мирное время дискуссии. Наверняка до 22 года невозможно было себе представить тот разбор фильмов «Брат 2», который происходит сейчас. Также невозможно была та реакция на личность Вики Цыгановой, которую мы видим сейчас. Мне это напоминает ситуацию, когда, например, христиане всех конфессий, еженедельно посещающие церковь, отвергали массовую культуру 20 века, считая ее аморальной. И вот вопрос, не появился ли в российском либеральном сообществе запрос на пуританизм, когда мы отвергаем все, что считаем для себя идеологически враждебным. И последнее. Хотел спросить у вас, как вы считаете Евгения Марковна Альбац все еще верна своему флагу? Вопрос был от Анастасии. Уважаемая Анастасия, я не слышал, может быть, я невнимательно слежу за творчеством высказываний Евгении Марковны, но я не слышал от нее опровержения от ее высказывания о том, что когда ее спросили, а как вы относитесь к поддержке ВСУ, она сказала, что я верна флагу. Вот. Ну, это означает, что нет, как можно поддерживать врага своего отечества, если я верна флагу. Так это прозвучало, это были ее слова, невозможно их интерпретировать иначе, тут все было понятно. Я не слышал о том, что она как-то изменила свою точку зрения, высказала, посчитала ошибочными эти слова или неправильно понятыми, ну, вот, я этого не слышал, может быть, это прозвучало, кстати, в комментариях подскажите, если я ошибаюсь. Ну, вот, я отвечаю так, как я знаю. Эти слова я слышал, других не слышал. Теперь, что касается запроса на паритонизм. Да, да, такой запрос появился, и тут ведь, ну, паритонизм в данном случае имеется в виду, конечно, такую категоричность, жесткое неприятие другой точки зрения. это, ну, в данном случае речь идет не о, так сказать, религиоведческой трактовке этого термина, а о моральной. Так вот, да, появился в условиях обострения война. Война, естественно, порождает черно-белое восприятие. И, конечно же, да. и жесткая информационная война, я не буду говорить идеологическая, потому что идеологии путинского фашизма нет, но медийная информационная война, конечно же, порождает вот этот запрос на паритонизм, на черно-белое восприятие. Кто не с нами, тот против нас, если враг не сдается, и так далее. То есть, вот, когда ты смотришь на мир из информационного окопа и в прицел вот этой вот медийной мишени, то да, да, согласен, Анастасия, вы правы, абсолютно, да, порождает. И вполне возможно, что да, вот эти вот дискуссии, которые сейчас идут, это шибко, это кость в кость, что называется, такая вот, это не, это не какие-то там дворовые разборки, это все, это все по-взрослому. Вопрос от пан Степана. Как вы относитесь к происходящим в наше время изменениям в русском языке? Я не говорю о политически обусловленных изменениях в названиях стран бывших республик СССР. Я сам очень резко после 24 февраля стал говорить в Украине, ну, поздновато вы, уважаемый пан Степан, в общем-то, подавляющее большинство наших с вами единомышленников начали говорить в Украине после 2014 года. Ну, тогда, вот тогда этот триггер сработал, стало понятно, что вот этот предлог в, дискуссия по поводу в, на, не имеет отношения к русскому языку, это, это политическая дискуссия. Вот, ну, ладно, это, я придираюсь. Но, многие другие изменения режут ухо, это я возвращаюсь к вопросу пан Степану. Главное, это отмена падежей для географических названий, кончающихся на О, всякие там Иши, и Метьево, и так далее. Известно, что это относительно недавние изменения, недавно помнит вся Россия про день Бородина. Оно появилось в 20 веке из профессионального языка военных, которым в своих сообщениях при плохой связи было необходимо обозначать название пунктов без изменения. И в наше время астрономные люди критикуют его распространение на весь язык. Я выпрыгнул из окно. И отсюда же почему говорят крайний вместо последний. Или когда обращаются к собеседнику стали говорить смотрите калька с английского лук. Хотя по-русски если ты ничего никому не показываешь следует говорить слушайте. Почему такие вещи распространяются? Уважаемый пан Степан, я думаю, что вообще в принципе язык он это это вот действительно огромная огромная тема это во многом философская тема. То есть язык это не что-то что подчиняется начальству или отдельным людям. Это живое творчество людей. И он меняется. И значит вот когда вы говорите ну что касается крайний вместо последний то я думаю что здесь все достаточно понятно. Я должен сказать что это не доминирующая практика. Крайний вместо последний говорят только потому что слово последний несет в себе какую-то негативную коннотацию. Вроде как последний значит самый плохой. Поэтому говорят крайний. Я например так не делаю. Я никогда не говорю крайний вопрос. Я считаю что это ну по крайней мере не не доминирующая тенденция. Что касается смотрите я не вижу здесь ничего ужасного. Я тоже говорю смотрите хотя на самом деле можно было бы сказать слушайте. Я здесь не вижу ничего режущего и я считаю что это две альтернативные формы обращения. Что касается вот замена так сказать Шереметьево Шереметьева ну возможно понимаете когда мы живем в мире военных сводок может быть действительно приходится говорить уже языком этих языком тех людей которые эти сводки готовят. это то есть язык регулируется исходя из употребления и с этим ничего нельзя поделать. Можно возмущаться можно оставаться в рамках языка 19 века но тогда будет риск что вас перестанут понимать. Я не вижу проблем вот такой в развитии языка. Наталья Булгакова так мой вопрос возмущения связан с эфиром с Ильей Пономаревым. Естественно лично я ни одной секунды не верил в причастность Пономарева к событиям в Шкале но меня удивило то что в один ряд с теми кто его в этом обвинял Собчак и другие он поставил Латынину. Пришлось найти время и срочно послушать стрим Латынина из Белковского так вот ни Латынина ни Белковский не говорил о том что Пономарев организатор Попгромов. Латынинская иногда говорит правду про Пономарева исходит из того что она как и многие не верят в партизанское движение внутри России о котором много говорит Пономарев. Кстати утверждая себя одним из его главных организаторов. Латынина говоря говоря о Бутве Дагестане напомнила что Пономарев сам два месяца назад говорил о том что это его канал. Вопрос почему даже на вашем уважаемом канале так можно легко можно поставить честного человека в один ряд Собчак. Почему слова уважаемых людей искажаются и толкуются по желанию комментатора. Так значит давайте сделаем проще. Уважаемая Наталья я предлагаю вам еще раз найти вы адресуетесь вы обращаетесь к беседе Латыниной с Белковским а для меня важнее публикации в Твиттере самой Латыниной и я ее приводил когда я говорил о вот этом вот действительно эпизоде связанном с возложением на Пономарева ответственности за антисемитский погром в Дагестане и не только то я уже приводил этот я более того я просто его опубликовал я опубликовал текстовую версию своего стрима и там полностью привел вот этот твит Латыниной где она говорит о том что погром я цитирую погром в Махачкале сложен из трех составляющих я пропускаю просто там длинно пропускаю все что связано с другими составляющими но последнее выглядит так третья составляющая спичку поднес деколонизационный канал Пономарева именно так и выглядит деколонизация не забудем и так напрямую сказано что это канал Пономарева давайте поставим точки над и уважаемые Наталья это канал утро утро Дагестана это канал Пономарева ответ простой нет с лета 2022 года это не канал Пономарева это давайте зафиксируем то обстоятельство что то есть опять-таки Латынина возлагает на Пономарева она заявляет что это канал Пономарева это неправда Латынина говорит неправду это канал не Пономарева это канал который когда Пономареву выгодно он говорит что это мой канал когда ему не выгодно он говорит что это не мой канал но это вопрос скажем так хлестоковщины которые есть у Пономарева Пономарев приписывает себе убийство Дугиной ну вернее не себе а приписывает какой-то огромной партизанской армии которые якобы о существовании которые якобы он знает и которые находятся с ним в контакте на самом деле этой армии не существует поскольку никто кроме Пономарева о ней не знает вот еще раз давайте давайте так Пономарев безусловно его можно обвинять в холестоковщине но никак не заявлять о том что это его канал это не его канал с лета 2022 года есть документы есть факты есть свидетельства людей которые организовывали этот канал что это не его канал с лета 2022 года поэтому Пономарева можно обвинять в Клистоковщине справедливо что я в общем-то неоднократно и делал но его никак нельзя обвинять что его канал поднес спичку к вот этим погромам так что Латынина в этом ряду Волкова Собчак Маргарита Симонян Путина и так далее Латынина в этом ряду занимает достойное место да она другой человек безусловно но она примкнула к этому ряду скорее всего ради красного словца вот и все так что давайте просто факты давайте по фактам может быть это неудачное ее выражение но опять-таки это же слово причем что характерно это вот слово в твиттере это текст который никуда не денется так вопрос от Сергея сегодня посмотрел стрим с Борисом Надеждином где он заявил о своем выдвижении на пост президента на выборах в двадцать четвертом году как бы вы это прокомментировали и сразу же я вот вижу еще один вопрос такой же значит от Людмилы что вы думаете о кандидатуре в президенты Бориса Надежда зарегистрируют ли его ну и и так далее помогите разобраться так ну уважаемый Сергей и Людмила я в целом думаю что маловероятно что Борис Борисович Надеждин принял решение и обнародовал это решение без какого-то согласования с администрацией президента Борис Борисович это такой вот либерал по вызову который которого приглашали на Соловьевские каналы на значит соответственно канал 60 минут к Скобеевой для того чтобы он выполнял функцию плевательницы то есть вот Борис Борис что-то говорит такое либеральное а у него все плюют вот такая функция у него была функция плевательницы то есть такой либеральной плевательницы вот он собирал плевки со стороны со стороны аудитории в отличие от Гозмана кстати говоря который вроде бы которого хотели приглашать тоже для этой же роли но Гозман умудрялся все-таки так сказать поверх голов вот этих вот все этой орды плюющих в него он умудрялся твердо и ясно говорить какие-то вещи которые явно доходили до аудитории поэтому я знаю что отношение к Гозмана совершенно другое чем к Надеждине вот именно поэтому Гозмана сажали в тюрьму и выдавили из России то есть ему ясно дали понять что он не сможет находиться в России на свободе и поэтому он за границей а Надеждин может в этом разница принципиальная я думаю в целом мое отношение к вот к этому выдвижению Бориса Надеждина отрицательное я думаю что сейчас вот администрация президента России ищет формат проведения вот этого спецмероприятия в двадцать четвертом году и там принимается решение надо ли какого-нибудь доказать что в России существует только полпроцента или два процента или один процент но не больше людей которые против вот этой вот войны если они сочтут что это надо делать то тогда они выберут следующим это то есть сначала будет принято решение нужно ли эту спецоперацию в двадцать четвертом году в том числе проводить так чтобы было доказано что в России всего два процента против войны если они сочтут это возможным и безопасным для себя то тогда они будут выбирать кто будет назначен на роль антивоенного кандидата и здесь выбор у них пока по крайней мере из четырех ну публично озвученных четырех человек это безусловно Григорий Алексеевич Явлинский я считаю что это кандидат номер один он получит примерно пол процента вот заслуженных достойных своих пол процента ну или два процента максимум может быть если так сказать вот расщедрится Кириенко с Панфиловой второй кандидат это безусловно Ксения Анатольевна Собчак она точно получит два процента может быть даже два с половиной ну просто потому что к ней другое отношение называлась фамилия Венедиктов но это вряд ли вот но тем не менее тоже вполне годится на роль вот такого двухпроцентного кандидата и Борис Борисович Надежда вот четыре человека это то что я знаю и вот сначала будет принято решение вообще нужен ли такой антивоенный кандидат а вторым шагом будет выбор между этим четырьмя людьми или большим количеством людей ну и дальше уже уже дальше будет раскручиваться то есть никакого шанса еще раз подчеркиваю когда люди говорят ну а как же вот Тихановская ну слушайте это совершенно другая ситуация и никаких шансов сделать сделать из любого из этих людей Тихановского нет потому что во-первых Россия не Беларусь во-вторых ситуация совершенно другая и в-третьих в общем-то опыт Тихановской известен и поэтому ничего подобного тому что сделала Беларусь в ситуации выборов 2020 года ничего похожего в России не будет это будет гигантский позор поэтому я думаю что Борис Борисович в данном случае делает очень плохое дело вот как и довольно давно он это плохое дело делает вот при том что да когда-то это был был друг Немцова ну слушайте Немцов был такой человек который притягивал в себе столько народу что среди его друзей можно можно там действительно выбрать и замечательных и не очень так вопрос от Васаби так себя называет человек или так его называет ютуб не знаю ладно вместе думаем с Пономаренко я так понимаю что речь идет о Пономареве все таки но как объяснить эфиры шелестом к деятельности которого украинцы имеют очень много вопросов это мягко сказано неплохо внести бы ясность в отношении с этим человеком значит господин Васаби и ну кстати таких вопросов очень много но они разные но дух их такой вот почему вы ходите к этому а он там плохой да почему вы ходите к этой или к этому а они там когда-то чуть ли не на Медведчука работали значит смотрите как выглядит моя позиция в отношении посещения разных каналов ютуб каналов авторских каналов каких-то украинских и не только украинских но и российских и других каналов я исхожу из очень простой вещи если есть публичная репутация человека как просто пособника Путина ну или что-нибудь в этом роде то есть для меня совершенно невозможно например прийти там на на канал ну меня не позовут никогда на канал Шария но вот возможность туда прийти для меня маловероятно что же касается всего остального я прихожу на разные каналы потому что у них разная аудитория и в частности на канал к Шелесту я приходил и буду пригласить если он меня будет приглашать я всегда буду к нему приходить потому что я прихожу ну во первых потому что я вижу что человек с совсем другими взглядами чем у меня и мне важно говорить не только с моими единомышленниками но и с людьми других взглядов но самое главное что я прихожу ведь не к нему я прихожу к его аудитории это украинский журналист Шелест живет в Киеве и если у украинцев есть к нему вопросы они есть но у них есть возможность задать к нему он киевлянин он живет в Киеве ну задайте ему вопросы в Киеве вот это первое и второе я прихожу к его аудитории у него украинская аудитория это канал украинцев большой аудитории я не помню сейчас численность этой аудитории Но там сильно за 300 тысяч. И я прихожу к этой аудитории именно как общение с украинской аудиторией. Точно так же, как я прихожу на другие каналы, потому что это разные аудитории. Я хочу таким образом, вот это мое участие в информационном сопротивлении. Общение с аудиторией, донесение своей точки зрения. Я впитываю те вопросы, которые через ведущих задает аудитория. Мне это очень важно. И я буду продолжать это делать. Вот моя ясность в отношениях с этим человеком. Александр Мацкевич. Игорь, с интересом и доверием вас слушаем. И сегодня вы удивили прямо на такой-то минуте. Если Илья Пономарев имеет такие милые особенности, как признавать своим чужой канал и брать на себя бессудные казни невесть кого, которые, как вы уже почему-то утверждаете, он якобы не совершал, то пусть идет известным курсом. Обсуждать дальше тут нечего. Уважаемый Александр, я обсуждаю, я назвал один из своих стримов «Персональное дело Ильи Пономарева» не потому, что меня интересует персонально Илья Пономарев, но он меня интересует как любой человек. Я вообще интересуюсь людьми. Мне интересны люди. В том числе Илья Пономарев мне интересен. Но, конечно, речь не о нем, а речь идет о том, что огромное, значительное количество самых разных людей решили спихнуть свою ответственность за антисемитские погромы на Кавказе на Пономарева. То есть это то, что организовал Кремль через ФСБ. Для меня это совершенно очевидно. Но они решили обвинить здесь Украину и в лице Пономарева. Вот Пономарев в Киеве, вот Пономарев там как-то общается с администрацией президента. Я, правда, не знаю, общается он или нет, но не важно. Важно то, что он в Киеве, значит, за ним стоит Зеленский. То есть в конечном итоге это навет на Украину, на Зеленского, ну, через Пономарева. Вот против чего я возражал. А вовсе не из огромного желания быть адвокатом Пономарева. У Пономарева без меня достаточно все хорошо в жизни. Вот, поэтому, да, это первое. Второе, вы говорите, что почему-то утверждаете, что он не совершал бессудные казни. Ну, это совершенно очевидно. Илья Пономарев заявил о том, что Дарью Дугину убила какая-то неведомая армия, о существовании которой никто не знает, кроме как он. Нет у этой армии, вот этой гигантской партизанской армии, которая якобы существует, ее нет. Да, есть отдельные партизанские отряды. Вполне возможно, что кто-то из них убил Дарью Дугину. Вполне возможно. Но то, что Пономарев к этому не имеет никакого отношения, для меня совершенно очевидно. Это очередной, поэтому, ну, тут вопросов просто нет. Поэтому это очередной, вот такая вот, ну, такая особенность у Ильи Пономарева. Он занимается, причем я сразу могу сказать, что этот чрезвычайно энергичный человек очень много чего делает. И, в частности, то, что он создал и на свои деньги развивает канал «Утро февраля», ну, там работают самые разные интересные люди, яркие люди. Такие, как, например, Питер Залмаев, как Фарида Корбангалеева и так далее. То есть, это разные люди. Гонопольский там работает, там, значит, этот самый Глеб Пьяных работает. Это разные люди, с разным, я по-разному к ним отношусь. Но это интересный канал. Его создал Пономарев на свои деньги. Ну, хорошо, дай Бог ему здоровья. А то, что у него такая хлестоковщина, ну, слушайте, да, Пономарев – это герой не моего романа. Я, например, не поддерживаю его идею создания вот этого съезда народных депутатов с остаточной легитимностью. Мне это кажется странным, и я отказался в нем участвовать. Но, опять-таки, вот конкретно в данном эпизоде я твердо заявляю, что Пономарев не причастен к этим, не прямо, не косвенно, не причастен к этим погромам. А в чем его обвиняют? Так. Алекс Буф. Так, скажите, пожалуйста, вы сразу были уверены, что за взрывом домов стоит ФСБ? Или было какое-то событие, которое убедило вас в этой версии? Я, например, до 24 февраля для себя даже, в принципе, не допускал такого. Это выглядит за гранью нормальности. Но главный довод для меня, что за все эти годы так и не появилось живых свидетельств. Литвиненко тяжело воспринимать как однозначно достоверный источник. Ведь даже появились свидетели политических убийств Лукашенко. Ну, понятно, со стороны Лукашенко. А там в операциях было задействовано в десятки, если не в сотен раз меньше людей. Про рязанский сахар сейчас в Вике написано, что смесь была невзрывоопасна. Но ведь если первичная экспертиза, в которой не участвовала ФСБ, показалась бы обратной, то, наверное, эта информация тоже могла бы как-то просочиться за это время. Я довольно быстро, еще в 99-м году, я помню хорошо, я как раз в это время работал Генеральным секретарем Союза журналистов России, и мне было важно понять, что происходит. И с самого начала я занял очень жесткую антипутинскую позицию, и в том числе я проводил там целый ряд мероприятий. Я уж не говорю о том, что я организовывал митинги в защиту НТВ, это было несколько позже. Но с самого начала мне было понятно, кто такой Путин, и вот такая позиция антипутинская, она для меня была характерна. Хотя вот должность Генерального секретаря Союза журналистов России, она, в общем, требовала, ну, скажем так, некоторой большей, меньшей заостренности политической, потому что все-таки, ну, это общественная организация, которая не должна была с самого начала превращаться в политическую партию. Никто бы мне не дал ее превратить, понятно. Но в любом случае я хорошо понимал, что такое Путин, я понимал, куда идет все, и, естественно, у меня был интерес к этим событиям взрывов домов. И понятно было сразу, что это такое. Потому что, ну, давайте так, я перечислю очень коротко те аргументы, которые меня убедили в том, что это ФСБ. Просто по пунктам. Первое. Это заявление Селезнева с трибуны Государственной Думы о том, что эти взрывы, о том, что там взрывы происходят, вот эти события происходят задолго до того, как эти события произошли. То есть ясно, что его проинформировали. Он просто не рассчитал по времени, когда об этом сообщили. То есть он сообщил об этих взрывах до того, как они состоялись. То есть совершенно очевидно, что его проинформировали, чтобы он каким-то образом озвучил вот этот навет на чеченцев. Ну, а получилось так, что, в общем-то, перехитрили сами себя. Второе. Экспертиза была. И эта экспертиза показала, что там есть гексоген. Значит, дальше. История, что смесь была такой, что она не была взрывоопасной. Ну, тут тоже мутная ситуация, потому что вот это вот тестирование произошло тогда, когда уже к делу подключилось ФСБ. То есть сначала была МВДшная экспертиза, которая показала, что там есть гексоген. Потом произошло тестирование, которое проводил ФСБ. И там сказали, что нет, эта смесь была плохо рассчитана. В результате она была не взрывоопасна. Гексоген есть, но взрывов не произошло. То, что заявление Патрушева о том, что это были учения ФСБ, ну, оно явно уже это отмазка. Ну, и да, потом было заявление о том, что вообще нет никакого гексогена. То есть опять-таки путается в показаниях. Что же касается свидетелей. Я сейчас не помню дату. Я не уверен на 100%, что можно найти где-то запись. Но, если я не ошибаюсь, на НТВ были дебаты, в которых участвовали жители этих домов, которые все это обнаружили, и представители ФСБ. И я помню, что в этих дебатах, ну, просто эти жители домов, которые это все видели, которые это все обнаружили, и которые следили за тем, как это все происходит там. И ФСБшник был, который все это закладывал, которого потом отпустили. И вот там эти жители, которые выступали на стороне позиции, что это была действительно попытка взорвать реально, а никакие не учения. Они просто размазали этого ФСБшника просто по студии. Так что свидетели живые были. Вот поэтому я так думаю. Ну, и в данном случае доклады комиссии, так сказать, общественные, которые расследовали это, в общем, мне кажется, убедительно. Так. Вопрос от человека, который называет себя ОК. А почему вы об Илье Пономареве и его деятельности всегда выражаетесь очень мягкой и обтекаемой? За минувшие годы стало ясно, что Пономарев это политический авантюрист, который не гнушается попытками примажиться к чужим достижениям и имитацией ложью. Вот когда Пономарев сидит в кадре и явно врет, почему вы не называете его слова враньем? Зачем ему подыгрывать? Уважаемый коллега, я неоднократно говорил прямо о том, как я отношусь к Илье Пономареву. Ну, уже язык стер, да? Значит, когда я пригласил, вот на минувшей неделе, если не ошибаюсь, по-моему, в понедельник я пригласил, Илью Пономарева по горячим следам, чтобы разобраться до конца в ситуации, когда его обвиняли в организации вот этих вот антисемитских погромов и через него обвиняли Украину, то у меня была конкретная задача. У меня не была задача разобрать, так сказать, в целом деятельность политика Ильи Пономарева. И поэтому у меня не была задача его там разоблачать и еще что-то. У меня была задача разобраться в конкретной ситуации. Когда конкретно? Более того, есть документы, свидетельствующие о том, что есть свидетельские показания людей, которые непосредственно организовывали вот этот телеграм-канал «Утро Дагестан». И все это говорит о том, что летом 2022 года Илья Пономарев, если не ошибаюсь, в июле, утратил всякий контроль за деятельностью этого телеграм-канала. Мне было важно это подтвердить, разобравшись в этом с Ильей Пономаревым. Я его пригласил не как человека, который, так сказать, мнение которого мне важно по всем вопросам мироздания. Программа не называлась «Мы думаем вместе с Ильей Пономаревым». Программа называлась, если не ошибаюсь, несколько сатирически. Как и зачем Илья Пономарев управляет миром? Кажется так. Потому что я как раз попытался показать абсурдность обвинений в адрес Ильи, что он там организовал погромы на Кавказе. То есть абсурдность обвинений. И для меня было важно его личное свидетельство, а не то, что, так сказать, не его разоблачение. Ну и кроме всего прочего, я еще раз говорю, ведь это, понимаете, я не согласен с позицией, что Илья Пономарев – это человек, который там работает на Кремль. Еще раз говорю, «Утро февраля», неплохой канал, который он создал, финансирует сам. Его продвижение вот тех добровольческих соединений, которые воюют сейчас на стороне Украины – это хорошая история. И я здесь его поддерживаю полностью. Другой вопрос, что он там приписывает себе много того, что он на самом деле не делает. Но я поддерживаю полностью Илью Пономарева в том, что он сейчас пытается продвигать вот эти вот добровольческие формирования. Легион свободной России, русский добровольческий корпус и другие. Сейчас сибирское подразделение какое-то есть. И здесь я, и более того, я обязательно приглашу Пономарева для того, чтобы мы подробно поговорили о том, что из себя представляют эти подразделения. Так что, эти вот добровольческие формирования, какова их перспектива? Я и самих ребят, которые из этих подразделений, которые там воюют, я их буду приглашать. Так что, вот здесь, так сказать, я не считаю, что Пономарев – это враг. Не считаю. Да, у него есть хлистоковщина. Она есть. И я это открыто ему говорил. Ну, это его, так сказать, стиль. Но это не враг. Многие вещи, которые он делает, с этим я не согласен. Так. Топ Армс. Продолжение моего вопроса про месть Израиля. Мне все равно, что сейчас важно для Израиля. Для них сейчас это важно отомстить и вырезать Хамас, к сожалению, в придачу с мирными. Я говорю о том, что важно для мира, для большинства. Вы топите за Украину, уже нельзя переключиться на Израиль. Это их теракт, их боль, у них теракт, а не война. А то, что хочет сделать Израиль, это потенциально может привести к мировой войне. Они отомстят за тысячи убитых в теракте, а получат убитых евреев на порядке больше во всем мире. Я вижу, что люди не только исламского мира сейчас против Израиля, но и антисемитизм прет у христиан. Я тоже за Израиль, но должна же быть последовательность и приоритета. Теракт в Израиле не сопоставим с войной в Украине. А какие последствия нас ждут, высокая вероятность очень тяжелая. Вы проводили пример. Вот убили главного Ксир или Бен Ладена. Для мира и даже для исламского мира они были, скажем так, военные, для кого-то террористы, устроившие теракты, взявшие ответственность. За их гибель исламский мир не поднялся и не поднимется за такими личностями. А тут совсем другое. Принципиальный конфликт, уходящий в глубокое прошлое, где может затвести реваншизм, религиозная война. Вы знаете, вот вы в какой-то степени говорите, что вы другой вопрос задаете. Но вы тот же вопрос углубляете. То есть, понимаете, вот можно сколько угодно говорить о том, что важнее для мира, для человечества, война в Украине или война в Израиле. Ну, я считаю, что война в Украине важнее, потому что она, во-первых, больше, а во-вторых, потому что она первична. Я думаю, что вот эта война в Израиле, она производная от войны в Украине. Я так думаю. Но у Израиля есть угроза ему существования. Это не теракт. Хамас – это угроза существования Израиля. И вы считаете, что Израиль должен засуждать так. Ага, вот мы сейчас своим уничтожением Хамас, мы отвлечем внимание от Украины, поэтому нам надо что? Нам надо что? Остановиться? Прекратить уничтожать Хамас? Во-первых, вы ошибаетесь, говоря о том, что Израиль собирается мстить. Да, мотивы мести существуют, но в основном Израиль занимается уничтожением Хамас и, по сути дела, обеспечивает свою безопасность. Рассуждение по типу, вот мы не будем сейчас, значит, устраивать уничтожение Хамас, потому что это что? Это может там вызвать какие-то процессы, и мы отвлечем внимание от Украины, что ли? Вы понимаете, значит, Израиль сейчас защищает свое существование. Одновременное существование Израиля и Хамас, который остался безнаказанным, остался не уничтоженным, невозможно. Просто невозможно. Потому что это будет знак к тому, что и Хизбалла тогда может напасть. Ну как, сошло же. То есть, на самом деле, я думаю, что ваша позиция глубоко ошибочна. Потому что люди, которые защищают свое существование, не должны ориентироваться на то, что где-то в другом месте люди тоже защищают право на свое существование. На самом деле, война Израиля и война Украины – это одна война. Это одна война. Просто участки фронта разные. Вот как я воспринимаю эту ситуацию. Так. Готхам. Когда слышу, что Путин организовал Хамас на нападение, вспоминаю кавказскую пленницу. И Шурика, который спрашивает, башню 15 века тоже я сломал. Про Путина уже перебор. И по поводу демократичности Израиля. Попробуйте получить гражданство, если вы христианин. Даже если вы по корням евреев в квадрате. И постоянный вопрос всех и вся. Так почему же в мире так не любят евреев? Ответ. Вопрос религии не подходит. Может быть, за человеческие национальные качества. Жадность, стяжательство, карьеризм по костям, наместничество, выгода, отсутствие эмпатии к народу, в чьей стране живут. Высокомерие, проблема богоизменности. Патологическая любовь к деньгам и власти. Ну и так далее. Значит, что я могу вам сказать? Так, это автор вопроса у нас. Сейчас у меня пролистнулось. Вот автор вопроса Готхам. Что я могу сказать Готхам? Вы перечислили практически все антисемитские выпады против евреев. Значит, вот, как вы говорите, человеческие национальные качества. Ну, практически все вот эти вот человеческие национальные качества, которые вы перечислили, это яркая характеристика путинского окружения. Среди которого все-таки основную часть составляют, ну, вот, Сечин. Он, вот, все, что вы перечислили. Жадность, стяжательство, карьеризм по костям. Это вот к Сечину, который совсем не относится к евреям. Это к самому Путину, который не является явно евреем. И так далее. Поэтому вот вы не туда как-то все это адресуете. Вы лжете. Просто лжете. Занимаетесь откровенными геббельсовскими и в духе Юлиуса Штрейхера наветами. Лжете откровенно. Вот, это первое. Вторая ложь ваша, это то, что, значит, если вы христианин, то там вы не можете получить гражданство. Это ложь. Гражданство Израиля получает любой человек, имеющий еврейские корни. Ну, соответственно, там должен быть по-моему, или это. Хотя сейчас уже и просто еврейские корни, если вы доказываете, вы получаете гражданство. Израиль это еврейское государство. При этом в Израиле порядка 20% арабов. По последней переписи населения религиозная принадлежность. Ну, не последняя, это, если не ошибаюсь, 2017 год данные. Я просто зачитываю. Внимание. Вот, я адресуюсь не только к антисемиту и нацисту Годхому, но и ко всем. Иудеи 74%, мусульмане 18%, христиане 2%, друзы 1,6%. Лжете вы, что нет христиан. Значит, вероисповедание при получении гражданства вообще не учитывается. Есть еврейские корни, пожалуйста. Ты можешь быть христианином сколько угодно. Если ты, например, родственник, которые приезжают в Израиль и получают гражданство, ты можешь быть сколько угодно христианином. Никакого значения это не имеет. Поэтому вы еще раз лжете. Так что, вот, поздравляем вам, вас, господин Годхом Саврамши, многократно. Сегодня Арестович выложил в Телеграм свою политическую программу. Одним из пунктов было вступление Украины в НАТО без оккупированных территорий. Эти территории будут освобождаться потом, политическим путем. Как вы считаете, это предательство по отношению к своей стране? Или, может быть, все-таки это кем-то проплачено? Я думаю, что ни то, ни другое. Я думаю, что Арестович выложил свою программу. Ну, и на здоровье. То, что это кем-то проплачено, я это практически исключаю. Ну, во-первых, потому что у меня нет привычки обвинять кого-то в чем-то проплаченном, если у меня нет платежки или других доказательств. Идея, которую высказывает Арестович, мне не близки. Но это его право. Вот. И я не думаю, что он предатель или кем-то проплачен. Я так не думаю. Это его взгляды. У него есть разные высказывания. В разные годы он говорил разные вещи, занимался разными вещами. Но в целом мне представляется достаточно интересный публицист на сегодняшний момент. Я, к сожалению, в силу чудовищного дефицита времени его почти не слушаю. Но то, что до меня доносятся через какие-то каналы, иногда это бывает интересно. Но в любом случае это гражданин Украины. И, в общем-то, пока, по крайней мере, я не вижу никакой проплаченности и какой-то антиукраинской деятельности. То, что он очень жестко и, как мне кажется, несколько односторонне критикует украинскую власть, это его право как гражданин Украины. То, что он предлагает выборы проводить в воюющей стране, я думаю, что это ошибка. И, более того, подавляющее большинство граждан Украины против этого. Поэтому я думаю, что никаких выборов в 2024 году в Украине не будет. Илья задает вопрос. Опять Борис Надежный публично высказал желание идти на выборы в 2024 году. При всем скепсисе отношения к этому движению и к самим выборам, интересно ваше мнение о том, что написал в своем обращении. Значит, то есть, если это проект администрации президента, то, что скорее всего, то для чего этот спектакль, в котором явный антагонизм непосредственно Путин, а не абстрактная коррупция, бандитизм и прочие беды России. Я ответил на этот вопрос. Я думаю, что принимается такое двухступенчатое решение. Либо идти на этот вариант, когда будет антивоенный кандидат, для того, чтобы показать, что вот 2%. А потом будут выбираться из... Ну, будет кастинг. Явлинский, Собчак, Надеждин, Бенедиктов. Ну, вот цель, я думаю, такая. Так. И вот этот вопрос, опять-таки, который я уже обозначил в самом начале нашего разговора. 8.40, для кого программа на работе слушать? Не знаю. Посоветуйте, что мне делать. Потому что 44% в России, из этих 44% в России в разных часовых поясах, да, основная часть живет в европейской части. Но, извините за тавтологию, но есть люди, которые в Сибири, у которых вообще другой часовой пояс. Если, понимаете, проводить программу, которая будет для граждан совсем несъедобное время, то есть проводить эту программу в 6.40 для граждан не только Украины, но и стран Балтии, Израиля, других стран. То есть, ну, это совсем несъедобное время. Тогда это просто исключено. Какое количество людей в 8.40 уже находится на работе, я не знаю. Еще раз, давайте вынесем этот вопрос на обсуждение. Могу его просто задать, могу задать этот вопрос специально на сайте. Давайте так. Я, наверное, это сделаю. Но буду исходить все-таки, ну, позволю себе все-таки окончательно. Даже если там расклад будет такой определенный, то все-таки решение я окончательно приму сам. Вот. Потому что это важно. Еще раз подчеркиваю, для меня все равно. Могу в 5.40, могу в 4.40, могу в 3.40, могу в 12.40. Ну, скажем, в 12.40 уже вряд ли, но вот так. Сергей Гайдамакин. Извините за неудобный, но сущностный вопрос. Меня он мучает. Мне думается, что и вас тоже. Не думаете ли вы, что, занимая нейтральную позицию во внутре украинских споров, которые набирают силы, вы в какой-то момент начинаете приносить больше вред, а не пользу в борьбе с русским фашизмом? Вы правда думаете, что стеряющим по всем опросам и внутри, и вовне авторитет украинским президентам страна кое-как дочапает до победы? Вам неизвестны факты, вопиющие коррупцией в тылу, которая сжирает героизм на фронте? Вы не в курсе полного бессилия президента в борьбе с этой коррупцией, фиаско в экономике, особенно в ВПК? Критики Зеленского в Украине рискуют головой. Вы топите за него, находясь в безопасной Литве. Только по причине стыда за свое российское гражданство и того, что по-российски говорят, коней на переправе и так далее. Может, хватит? Опасность смертельная. Меры нужны срочные. Ваш авторитетный голос, а вы сейчас везде, могут послужить здоровым силам в Украине. Согласен, в своей среде вы будете первым, но смелости вам не занимать. Уважаемый коллега, тут вообще о смелости даже речь не идет. Тоже мне велика смелость. Велика смелость критиковать Зеленского. Ну, это же... Ну, о чем вы? Значит, и проблемы... Понимаете, опять-таки... Ну, во-первых, я бы не стал преувеличивать там какой-то авторитет. Вопрос ведь в другом. Вопрос ведь не в том, критиковать Зеленского можно и нужно. Вот, ну, просто, понимаете, я не очень понимаю, почему я должен это делать. Но есть люди, которые это делают. И есть люди, которые глубже меня понимают эту проблему. Эти проблемы. И они это делают. Есть Арестович, есть Швец, есть огромное количество людей, которые давно успешно критикуют Зеленского. Значит, ну, для меня важна другая проблема. А что делать? Ну, хорошо. Вы доказали себе, гордую миру, что Зеленский плохо. Прекрасно. Что делать? Просто взять и назначить другого человека, кем? Кто будет назначить? Выборы? Опять мы возвращаемся к тому же самому вопросу. Выборы в... Просто вот сейчас, в настоящий момент выборы, я продолжаю утверждать, что это смертельный аттракцион. Смертельный. И, кроме всего прочего, подавляющее большинство, я доверяю опросам Киевского института, Киевского международного института социологии и других. И вот этой вот большой социологической тройки украинской, я им доверяю. Подавляющее большинство украинцев против выборов. В условиях войны. Точка. Поэтому для меня эта тема закрыта. Я понимаю то, что вы говорите. Вы сильно преувеличиваете мое влияние, но я согласен с тем, что, в принципе, можно было бы поговорить на тему внутренних. И более того, я, в принципе, внутренний готов. Мне очень не хочется погружаться в эту тему, но, в принципе, я могу себя заставить. Но смысл? Смысл в чем? Вот, я не очень понимаю. В условиях войны, в условиях информационной войны никаких выборов в Украине быть не может. Просто это исключено. Это просто исключено. А тогда что? Тогда что? Как? Поэтому я пока при всем уважении к вашему мнению, при всем понимании того, что вы говорите, я остаюсь на прежней позиции. Я не буду комментировать внутреннюю политику Украины. За какими-то исключениями? Ну, в конце концов, это как бы это мое дело. В каких случаях делать исключения из этого правила. Это не какие-то, не какое-то двурушничество. Это просто вот я устанавливаю такие правила для себя. Я их им следую. Это табу не железобетонное. Как правило, я делаю это исключение, когда это связано с Россией. Вот, когда с Россией связано, я такие исключения делаю. Мелик. Вы, многие другие, уважаемые эксперты, утверждают, что еврейский погром в Дагестане организовало ФСБ. Правдоподобная версия, конечно, стаж, Клим Кричугункин, но мне не хватает доказательств. Малайзийский Боинг сбили из российского ЗРК БУК. Доказано, как положено. Тоже с отравлениями Скрипалии, взрывами жилых домов в России в 99-м. Я не встречал подобных доказательств в пользу причастности ФСБ к погромам в Дагестане. Известны ли вам такие доказательства? Если да, расскажите. Пока же ситуация выглядит следующим образом. Несколько сотен исламистов самоорганизовались, устроили еврейский погром. Силовые структуры не мешали, поскольку сочувствовали погромщикам. Ну и так далее. Тут дальше много. Да, из-за многих кустов торчат уши ФСБ, но видеть эти уши за каждым кустом паранойя, а не аналитика. Уважаемый Мелик, сразу могу вам сказать твердо у меня нет конкретных фактических доказательств. У меня нет результатов прослушки, у меня нет каких-то видеофактов, когда например кто-то там звонил какому-нибудь конкретному муле в какой-то конкретной мечети и давал указания. Этого у меня ничего нет. Значит во-первых да, вы правы репутация Клим Чугункин стаж это правда. Я хорошо знаю у меня были доказательства подобного рода спецмероприятий в условиях Советского Союза, когда Комитет Государственной Безопасности были расследования, были данные, когда КГБ через мечети организовывал волнение и так далее. У меня есть доказательства такого более ну как бы сравнительного характера. ну смотрите когда Китай уничтожает уйгуров в Дагестане были волнения? Ну просто вот это доказательство логического характера не фактического не материального не что называется в металле не на земле а логического характера. Когда Китай уничтожает уйгуров в Дагестане происходит волнение? Нет. Почему? А потому что не было команды. То есть когда вы говорите о самоорганизации каких-то активных людей почему эта самоорганизация не возникла когда Путин уничтожал сирийцев? Там действительно чудовищно там практически в Сирии геноцид. Ну вы это знаете в Сирии геноцид уничтожена половина Сирии и это организовывает Путин в Махачкале в значит в Каспийске в Кавардино-Балкарии еще где-то были протесты была была солидарность с братьями по веру ведь сирийцы это те же самые сунниты что и дагестанцы были протесты были крики были заявления о том что этого не должно быть ни одного где сама организация вот понимаете мне кажется это убедительным я понимаю что вы ждете от меня таких же материальных доказательств так сказать свидетельств и так далее нет их у меня нет только логика но она мне кажется тоже тоже ее нельзя отбрасывать я так думаю дорогие друзья на этом мы завершаем сегодняшний разговор спасибо вам за внимание за терпение слава Украине берегите пожалуйста себя и я с вами прощаюсь сегодня пока еще обсуждается и размышляется и готовится возможный вечерний стрим пока ничего не могу сказать как буду готов сообщу до встречи всего доброго до свидания до свидания